В прошлом году дети учились во вторую смену. Спортивного зала нет. Школа не оборудована ни кабинетами для практических занятий, по многим бисцифлинам, по биологии, физике, химии. Мы на пороге 20, вернее, вошли. 21-го столетия мы занимаемся в школе, которая построена 100 лет тому назад. Это позор. 17 километров от Москвы. У меня подборка писем с 2013 года. Возможно, люди писали и ранее, просились нам помочь оставить эту школу, оставить учителей, оставить учеников, создать им благоприятные условия для образования. 13-й год. Получаем ответ из Министерства образования Московской области о том, что в 2014 году запланировано строительство пристройки к зданию Перхужской школы, в которой будут расположены спортивные акты, залы, учебные кабинеты. Ответ прилагается. Кому интересен, официальный ответ есть. 14-й год. В письме управления образования администрации Одинцовской района Московской области в адрес Рачковой прикладывается, рассматривается возможность социального обременения деестров, застройщиков строительства школы в селе Перхужково. Никого в итоге не обременили. В 2015 году в письме администрации сельского поселения Жаворонковской в адрес Веселовой сообщалось, что в бюджете сельского поселения Жаворонковской Одинцовского муниципального района на 2016 год будут предусмотрены денежные средства на софинансирование с управлением образования муниципального района Московской области по строительству спортзала в Перхужковской образовательной школе. Далее, в 2015 год в письме управления образования в администрации Одинцовского района в адрес Веселовой содержалась недостоверная информация, что физическая культура в Перхужковской школе проводится в приспособленном помещении. Нет такого приспособленного помещения в Перхужковской школе. Действующая в селе Перхужково школа 1910 года постройки не имеет специализированных классов для проведения практических работ по естественно-научным дисциплинам. Отсутствует спортивный зал. Занятия у некоторых классов проходят в коридоре, в котором проходят занятия по физической культуре. В аудитории увидите на плакатах, где дети на картинках занимаются в коридоре. В 2016 году письмом в адрес уже мой я делала запрос. Администрация Жаворонковского поселения сообщает о согласовании компании Пересвет Реал Эстейт проекта по комплексной жилой застройке в селе Перхужково. При этом в первую очередь застройке предусмотрено строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест. Ничем это не увенчалось. Дальше. В 2017 году письме администрации Одинцовского муниципального района Московской области в адрес мой сообщается, что строительство общеобразовательной школы в селе Перхужково с Жаворонковского Одинцовского района Московской области предусмотрено на 19-20 год госпрограммой Московской области образования Подмосковья на 14-25 годы за счет внебюджетных источников финансирования. Также в 2017 году в письме администрации Одинцовского муниципального района Московской области в адрес Чистаковой родительницы ученика данной школы так же как и я, родители ученика данной школы аналогично сообщалось, что строительство общеобразовательной школы в селе Перхужково Жаворонковского района Московской области предусмотрено на 19-20 год, это не за горами, мы в 19-й год вошли уже государственные программы Московской области образования Подмосковья на 2014-2025 годы за счет внебюджетных источников финансирования. Далее, мы устали, вы даже устали меня слушать, дает только часть, с 2013 года. Мы отчаялись, мы создали петицию, поституцию подписало 859 человек. Мы пытались привлечь внимание, она как-то немножечко взбудоражила общественность. Значит, в 2018 году на наш запрос в адрес администрации, это был январь 2018 года, пришел ответ, что вопрос строительства школы находится на контроле Министерства образования Московской области. Было проведено расширенное совещание на территории школы с участием заместителя министра образования, представителя управления образования Денцовского района, администрации сельской повседневной жаданской по проблемам потребности образовательного учреждения в новых ученических местах. Сообщалось, что предусмотрено строительство новой школы в селе Перхушково на 2200 мест. Сроки строительства 2020 год. 15 января мы обращаемся в администрацию губернатора Московской области с этим же вопросом. Наше обращение здесь есть. На наше обращение приходит отписка, что оно направлено в Министерство образования Московской области. Наше обращение. 26 марта 2018 года, в прошлом году, инициативная группа родителей добилась личного приема в администрации жаданковского поселения. Это было 26 марта 2018 года. На встрече руководитель администрации нам предоставил ответ Комитета лесного хозяйства Московской области в адрес администрации Одинцовского муниципального района, в котором Комитет предлагает осуществить перевод земель из категории земель лесного фонда в земля населенных пунктов, впоследствии включения земельных участков в границы населенного пункта при утверждении генерального плана. Письмо это есть. Руководитель администрации сообщил, что с учетом рекомендации Комитета в адрес администрации было направлено письмо из администрации Одинцовского муниципального района с целью поработки генерального плана жаданковского поселения для возможности включения в него нового здания школы на 250 мест вблизи Перхушковской школы. Путаются в показаниях то 1100, то 2200, 250 мест. Цифра более реальная для сельской школы. Значит, включение в него нового здания школы в это поселение на 250 мест вблизи Перхушковской школы на земельном участке из земель лесного фонда площадью 15 тысяч квадратных километров. Это 1,5 ГА, который граничит с земельным участком школы. Далее 14 июня 2018 года мы обращаемся в управление президента по вопросу строительства школы. Приходит ответ, что наше обращение направлено в правительство Московской области. 9 августа 2018 года на наше обращение в администрацию губернатора Московской области по строительству школы пришел ответ, что она перенаправлена в Министерство строительного комплекса Московской области и Министерство образования. 10 сентября 2018 года нам из Министерства образования Московской области приходит пространный ответ, в котором сообщалось о строительстве всевозможных школ В разных уголках Одинцовского муниципального района. О селе Перхушково не было сказано ни слова. Данный ответ у меня также прилагается. Ну что в итоге, граждане, круг замкнулся. Со всякими министерствами, ведомствами мы пообщались, все пообещали. Школа до сих пор стоит все та же. Без предстройки, без надстройки. Нереконструированное, непостроенное новое здание хорошего. И которого достойны наши ученики, учителя, которые работают и учатся в этой школе. Нет. Вот проблема, о которой, говорю с болью, о которой, проблема, которую поддерживают здесь все присутствующие с плакатами. Подходите, смотрите на нашу школу в картинках. Задавайте любые вопросы. Спасибо большое. Действительно эмоциональное выступление. Видно действительно достало серьезно очень и родителей, и учеников, и преподавателей текущее состояние этой школы. От себя хотел бы просто маленькую ремарку, комментарий. Был на встрече в Назарево на этой неделе, но многие здесь присутствующие знают, какие там проблемы и про ситуацию с питанием, и про ситуацию в целом школы. Так вот, там были представители управления образования. Они здесь тоже присутствуют. И меня поразило... Они, естественно, говорили о том, что все не так плохо, что все обстоит достаточно хорошо. Но меня поразила одна фраза в обсуждении. Они сказали про эту школу. И вообще, такие школы экономически неэффективны. Вы понимаете, вот о чем идет речь? Как оценивают чиновники нас и наших детей? Вот это... То есть для них это абуза. Социально неэффективно. Вот это очень показательно. Так, следующий у нас выступающий. Лапик Ольга Леонидовна, представитель общественности села Успенская, бывший депутат, депутат прошлого созыва. Пожалуйста, Ольга Леонидовна, вам слово. Добрый день, уважаемые родители. Потому что мы все с вами от обыкновенных работников до руководителей, до начальников нашего образования в лице поликола Алексея Викторовича. Мы родители. Что хочу сказать про нашу Успенскую школу. 1939 год постройки. Двухэтажное здание с деревянными перекрытиями. В 1968 году потолок уже обваливался на головы учеников. Был сделан ремонт. 1968-69 год. Сейчас наше состояние нашей школы хорошее. Потому что денег на нашем бюджете много в сельском поселении Успенское было. Теперь мы переходим в Одинцово с большим нежеланием. Потому что 2600 подписей было против слияния с Одинцовым. При этом в слиянии мы не только свои деньги лишаемся, но и лишаемся своих льгот и законных прав. Так вот, наша школа рассчитана на 300 человек. На 19-й учебный год наши руководители нашей школы, директор Баканова Татьяна Ивановна и зауч Мустафина Ирина Николаевна, как самые главные в нашей школе, они набрали 650 человек. В школу, которая рассчитана на 300 человек. Сегодня у нас заняты все подсобные помещения, все раздевалки. У нас несколько классов начальной школы учатся в детском саду. Два класса в этом году начинали учебу свою в нашем отреставрированном и отремонтированном доме культуры. Сейчас этих детей вернули обратно в школу. Каким образом там все они располагаются, можно только себе представить. Мы писали и ходили по всем кабинетам и по всем учреждениям с вопросом по строительству пристройки к нашей школе. В течение 7 лет. По истечению 7 лет нам ответили, что они не могут разрешить нам строительство пристройки, потому что у нас нет необходимых гектаров земли. Почему у нас нет земли? Потому что уже, наверное, с десяток лет назад наш школьный участок Одинцова передает господину Васильеву, который построил школу коммерческую. Сейчас она носит название Ломоносовская школа. Хорошая школа. В некоторых классах по одному человеку учится. Потому что детский сад, который пристроен к школе, в прошлом году растяжка висела 60 тысяч в месяц, а школа посещения ученика свыше 100 тысяч в месяц. Сами понимаете, кто может себе позволить такое? А мы теперь без земли. Рядом у нас есть участок, небольшой участок, но если мы его объединяем с участком нашей школы и с детским садом и делаем такой вот общий кондоминимум, то, возможно, там можно делать новую школу строить, но этот участок принадлежит Гладышеву, заместителю ранее главы Одинцова. Поэтому вопрос заключается, смогут ли наши сегодняшние руководители в лице Иванова Андрея Робертовича эту землю или же купить, или же изъять и нам ее отдать и школу построить. И сейчас в заключении что хочу сказать. Те документы, которые в течение 7 лет были сделаны на наши деньги, на общественные деньги, на заседании Совета депутатов, эти суммы закладывались на расходную часть бюджета, именно на выполнение этих работ. Я так думаю, что если их пересмотреть, сделать хотя бы пристройку, хотя бы чуть-чуть увеличить наши площади, можно. При этом, я была у заместителя министра образования Московской области Михайловой Елены Александровны, она мне сказала, что она не уверена, что они смогут аргументировать необходимость строительства школы в селе Успенское. Вот, то есть 300 человек должно учиться, учатся 650, это не показатель. Можно еще прибавить. Кстати, 18-й год, я когда ездила к Иванову, но его в этот час не было, и принимала меня Одинцова Татьяна Викторовна, я ей говорю, 300 человек школа принять может, учатся 620, она мне отвечает, ну не столько, поменьше. Я говорю, мне так сказали. А когда в этот сентябрь прошедший наш директор Баганова Татьяна Ивановна в нашей Успенской газете, Успенский вестник, про партнер, что сделано и что будет у нас, так оказывается, их было не 620, а 630 выпущено детей, и 650 набрано. Я не понимаю этого цинизма. При такой сложившейся ситуации, сложной, еще больше, больше и больше набирается детей. И я считаю, что непосредственно наши руководители ответственны. Как бы там сверху им не давали указания взять. Как наша Ирина Николаевна, Мустафина, Завыч, она говорит, мы не можем детям отказать в образовании. Я с этим согласна. Ну так же дальше нельзя. 300 может принять школу, а 650 набрали. Делали экспертизу по фундаменту, по перекрытию. Мне на всех этапах отвечали, что экспертизы нет. Больше того, у заместителя министра образования она задает представителям, которые на нашу встречу приехали, этот вопрос по экспертизе. Ей отвечают, что запроса о проведении экспертизы не поступало. И они ее не делали. Прошедший понедельник я была у нашего главы, у Горяева Владимира Владимировича. Он говорит, что экспертиза есть. Так вот, что-то мне непонятно. На таком уровне этот представитель, которого прислали от Одинцовой, она могла не знать, она могла сказать ложь. Что это такое? Мне кажется, что на таком уровне, если она не знает, то, по крайней мере, она должна была бы сказать, извините, я не владею ситуацией. Я узнаю, я вам перезвоню. Но она же четко говорила, что запроса не поступало, экспертизу не делали. Сейчас якобы эта экспертиза есть, и якобы наше перекрытие, оно в 68-69 году сделано, сделано с запасом прочности, на что я Горяеву сказала. Значит, будем думать о том, что в этом году на головы наших учеников потолок не обвалится. Нам нужно хотя бы сейчас увеличить площади в виде пристройки, потому что документы сделаны. А вообще нам нужна большая школа. А земли у нас нет, ее всю раздали. Поэтому нужно искать эту возможность и это делать. И никуда нас в другие места не переправлять вообще. Потому что в тот момент, когда 68-69 год был, нас разделили. Старшие классы в 10-е горки ездили, это 3 километра от нас. И младшие классы, я в 3-м классе училась, во 2-е горки. Я поэтому заместителю министра сказала, если временно, то да. Но если вы постоянно хотите вот так, на это мы не согласны. Забирайте от нас детей, которые у нас не прописаны. Пускай именно эти дети едут в другие школы. А мы, живущие тут, постоянно должны учиться в своей школе. У меня в этой школе и моя свекровь, которая сейчас 82 года, и мы в 75-м году закончили школу, и мой сын, а теперь должна моя внучка пойти. Поэтому я обращаюсь к Полякову, Алексею Викторовичу. Алексей Викторович, я к вам приходила, я вас просила, обратите внимание на мою физиономию, запомните меня, я очень активная. На что вы сказали, хорошо, я запомнил, но в ответ вы мне прислали, что до 2001 года все ращено, все заложено, и вас в этих планах нет. Это дело не пойдет. Мы будем ждать, пока на головы обрушатся. А каким образом вы потом откреститесь от тех родителей, если ребенок их и здорового в инвалида превратится, и не дай бог погибнет. Вы понимаете, это ужасно. Вот он локоток, а не укусишь. Надо сегодня этот вопрос решать. Тем более, что у нас были спонсоры, и соцпромстрой, это Михаил Михайлович Панов, они готовы были эту школу построить. Буквально за два месяца им поставить эту коробку ничего не стоило. Потом, если я не ошибаюсь, ЮИД, в общем, мы их коротко называем ФИНы, они у нас тоже дома построили, они тоже были готовы, и постоянно нам кто-то ставил палки в колеса. И сейчас вот мне депутат наш, Карасев, Андрей, он говорит, все за. Горяев за, депутаты за, школы, естественно, за, документы все готовы, но нет последней подписи. Кто же у нас против этого? Всего доброго. Спасибо большое, Ольга Леонидовна. Ольга Леонидовна в своем выступлении подняла действительно, наверное, может быть, даже ключевую проблему. Она сказала про землю. Действительно, когда в районе, в нашем округе нужно построить какую-то очередную многоэтажку или очередной торгово-коммерческий центр, с завидной легкостью вносятся изменения в ГПЗУ нужные, получаются нужные участки и идет моментально стройка. А когда вот нужно построить школу, когда нужно детский сад построить, сразу находится куча проблем. Оказывается, что земля-то уже не наша. Не нас, жителей района, не наша земля, а земля каких-то дядей, которые имеют очень много денег и которые могут все купить. Вот это неправильно. Школы должны вводиться опережающим темпом. Мы не против жилищного строительства. Жилье нужно, современное, новое. Но сначала, прежде, создайте инфраструктуру. Детей нужно вводить в детские сады, потом в школы, поликлиники нужны, больницы. Сначала это, а потом уже, в следующую очередь, идет жилищное строительство. Спасибо. Так, следующую выступающую у нас голубая Маргарита, житель деревни Рождествено, сельского поселения Барвихинское, местный активист. Пожалуйста, Маргарита. Добрый день, уважаемые родители. Я мама четверых детей. И волею судьбы я занялась вопросом в школу, в гимназии Примакова. И прошла все круги исполнительной власти, вплоть до министра образования Васильевой. Соответственно, естественно, результат положительного я не получила. И, соответственно, сейчас поделюсь своей историей. Для всех нас давно не секрет, что в Одинцовском районе стоит острый дефицит социальной инфраструктуры. Резиновые классы, вторая смена в школах это уже давно норма. Государство обязало чиновников повышать комфорт и качество образовательной среды. Одинцовский район взял на себя труд изменить ситуацию. Для этого приняли специальные программы для развития образования социальные программы для развития образования района. С благородной целью в 2017 году для детей 12 деревень сельского поселения Барвихинское по целевой программе развития образования в деревне Раздоры был построен многофункциональный детский образовательный комплекс на 1215 мест. Это детский сад на 380 мест и школа 825. Досуговый центр, в котором дети могут после школы заниматься спортом, робототехникой, шахматами. Так нас уговаривали обещаниями чиновники. Но отвлекусь и расскажу немного предыстории. На берегах реки Чаченки в Раздорах, поле справа это придвижение из Москвы, располагается особо охраняемая природная территория. Постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева часть территории перевели в категорию земель населенных пунктов, присоединив к деревне Раздоры. Изначально собственник земельных участков у парцель застройщик коттеджного элитного поселка Раздоры-2, на территории которого планировалось строительство школы-садика на 800 мест, парцель собиралась строить школу самостоятельно за собственный счет, но как не кстати вмешался кризис. Соответственно, решили подарить Одинцовскому району земельный участок, на котором уже за бюджетные средства построить школу-садик по разработанному у парцель английскому проекту. За финансированием этого двухмиллиардного проекта пришли, естественно, в Барвиху. Планировали ли они строить за свой счет детский сад и школу? Конечно, не планировали. Это такая хитро придуманная многоходовка губернатора Воробьева с привлечением сердобольных Одинцовских чиновников. И с апреля 2014 года начинается процесс по выбиванию денег из Барвихинского бюджета и бюджетов других поселений нашего района. В июле 2015 года прошли общественные обсуждения. Уровень общественного обсуждения выглядел так. Началось обсуждение в 10.00, закончилось в 10.15. Присутствовали 6 представителей администрации и 14 общественников. Это заведующие детскими садами и директора школы. На общественном обсуждении была заявлена цель осуществления закупки обеспечить потребности населения 12 деревень СП Барвихинское в доступных, то есть бесплатных школьных местах путем реализации муниципальной программы развития образования Одинцовских районов. Цитирую, что было заявлено на этом общественном обсуждении. Строительство детского образовательного корпуса в сельском поселении Барвихинское вблизи деревни Раздоры видится целесообразно, в том числе с точки зрения улучшения качества образовательного процесса. Итак, можно зафиксировать, что школа строится для детей, жителей Барвихи. Верилась с трудом, но записано было именно так. И еще один очень важный момент. Строительство комплекса было включено в целевую программу. Это важный финансовый документ. То есть деньги даются исключительно под целевое использование. В декабре 2016 года в Барвиху на Совет депутатов специально приглашают руководителей района и администрации, чтобы они публично подтвердили, что образовательный комплекс будет бесплатным. Руководители администрации на заседание пришли, подтвердили, что данное учреждение не может стать коммерческим, так, как строительство происходит на бюджетные деньги. Это заявление успокоило жителей. Но в один день ситуация изменилась перпендикулярно. День этот 14 марта 2017 года. Губернатор издает распоряжение о создании автономной некоммерческой образовательной организации областной гимназии имени Примакова. Учредить совместно с администрацией Денцовского муниципального района автономную некоммерческую организацию. И без согласия района такое невозможно было бы провернуть. Район пошел на очевидное нарушение закона. Добровольно ли это сделал район или губернатор рекомендовал району забыть о данных обещаниях Барвихинским, я не знаю. Далее администрация района обращается с ходатайством в Министерство образования Московской области принять на свой баланс образовательный комплекс по причине невозможности его содержания. Денег нет. объект, за который нас так агитировали, за него заплатили нашими деньгами из бюджета поселений. Внимание! Передают безвозвратное пользование. Все это здание безвозвратно ушло в автономную некоммерческую организацию. Что это значит? Это значит, что одночасье рухнули надежды и чаяния родителей о качественном образовании для наших детей в просторной и современной школе. Район остался без школы и без двух миллиардов. Финт ушами губернатора Воробьева всем понятен? Полагаю, что делалось это с определенной целью обеспечить узкому кругу лиц комфортные условия для обучения. Манипулировать одаренностью и лидерством при отсталой социальной инфраструктуре это тенденция властной элиты. Поражает уровень цинизма и отсутствие морали. Налицо дискриминация интересов большинства детей. Также к сведению гимназии Непримакова была выделена субсидия в размере 100 миллионов рублей. Внимание, да? В связи с этим Воробьев дал поручение правительству Московской области внести изменения в программу развития образования Подмосковья, так как ранее этого программа мне не предполагала. По совокупным признакам естественно субсидия не полагалась. И темпами второй космической построена транспортная развязка для удобного подъезда к комплексу. Нашим детям такое не снилось. Поражает как быстро и слаженно могут работать наши чиновники и система в целом. Когда это касается особых объектов. Постоянно слышится что наша бюрократическая машина не поворотлива официально заявляет о клеветах. Возникает закономерно несправедливые вопросы как при дефиците социальной инфраструктуры администрация района приняла решение передать МОК и как глава района взял на себя ответственность и принял решение в ущерб обычным детям. Далее у чиновников не дрогнула рука прописать исполнение бюджета в отчетах и с трибун бодро и с гордостью отчитаться о строительстве школы. Губернатор Воробьев отчитался перед президентом Путином на всю страну глазом не моргнул. Ничего не боятся. Сами себя проверяют и не находят нарушений. Естественно, да? Ситуация цинична и бессовестна до предела. На 2 миллиарда можно построить 2-3 новых школы. Почему наши дети должны продолжать обучение в старых школах и без всякой надежды на справедливость и улучшение условий? Волнует ли чиновников района и губернатора проблемы наших детей? Снятся ли им наши дети? Терзает ли их совесть? Думаю, что нет. Контрольно-счетная палата района Московской области и Московской области, например, тоже не выразила озабоченности и не нашла, что деньги использованы нецелевым способом. Все справедливо и школы у нас превеликое множество и всего у нас хватает. И ходить наши дети должны в те школы, куда укажет чиновник. Государственная политика в области образования заключается в следующем стереть социальное неравенство и дать шанс каждому ребенку на доступное и качественное образование. Также Конституционное требование гласит всем детям гарантировано право на доступное и качественное образование. Органы местного самоуправления администрации района, исходя из этого требования общедоступности дошкольного и общешкольного образования обязаны сохранить в достаточном количестве имеющиеся общеобразовательные учреждения, в том числе и дошкольные, а при необходимости расширять их сеть. Обращение к президенту и все органы всех уровней исполнительной и контролирующей власти результатов не дали. ВОЗ и ныне там. Все, напоследок я рада нашим чиновникам. У них жизнь удалась.